Художественную культуру Русского Севера представили в Ненецком краеведческом музее. Здесь открыли выставку, посвященную творчеству Степана Писахова, известного сказочника и этнографа рубежа 19-20 веков. Жителям Заполярья в качестве художника Писахова представили впервые. Степана Писахова по праву можно назвать поэтической душой Русского Севера. Он много путешествовал и знал каждый уголок Заполярного края. На выставке представили 33 работы художника, созданные им в разные периоды жизни. Сюда включили основные картинные циклы, беломорье, этюды с красными цветами и графику. Поэтому я думаю, что жителям округа, так как и любым другим людям, это будет интересно, потому что это связано не только с их родиной, но и просто это очень красиво, это очень тонко. И это говорит о том, что все мы чувствуем любовь к родному краю, независимо от того, где мы живем. В зале временных экспозиций поместилась почти вся география Русского Севера. Конца 19-го, начало 20-го веков. Тайга, Архангельская и Вологодская губернии, Тундра, Новая Земля и Соловецкие острова – это лишь малая часть мест, где побывал Писахов. Историки говорят, художник и сказочник дружил с ледовыми капитанами и Арктику посещал более 16 раз. Он ведь был еще этнографом, педагогом, публицистом, путешественником, исследователем. В общем, его биография – это, можно сказать, биография человека, по которому можно изучать историю нашей страны. Чтобы раскрыть личность Писахова как можно полнее, музейщики представили фотографии, связанные с его жизнью. Исследователи творчества, литератора и живописца отмечают удивительное знание быта, традиций и нравов северян. Сказки его так фантазийные, так, я бы сказала, авангардные, а вот искусство изображения, рисование у него как раз, как я уже упоминала, реалистично. Это очень хорошо, когда соединяются в одном человеке две такие стороны. Не меньше сказок известны писаховские сосенки. В творчестве художника это образ женщины-северянки, всегда разной и величественной. Особый символизм скрыт и в этюдах красных цветов. Узнать больше о загадочном мире Степана Григорьевича можно в Краевеческом музее до начала июня.